Программу второго игрового дня открывали сборные Германии и Словакии. Накануне обе уступили командам России, поэтому их поединок должен был определить, кто продолжит борьбу за кубок. Итог первый на турнире овертайм, а затем и серия бросков. Удачливее в ней оказались немцы. Соперники в мировом слэш-хоккее становятся сильнее с каждым годом. Россия и Канада, конечно, рангом повыше, но Словакия в одной весовой категории с нами. Поэтому здорово, что нам удалось вырвать победу в этом упорном матче. Она поможет обрести уверенность. Очень достроены поражением, ведь игра была равной. Нам дважды удавалось догонять соперника, но вот на булитах не повезло. Это ладненько, так же. Мутер. Матч между первой и второй сборными России становился ключевым на турнире. Первая сборная сразу обозначила свое преимущество. Однако до середины периода соперник успешно сдерживал натиск. Но начиная с шестой минуты все встало на свои места. Россия-1 быстрыми атаками разрывала оборону второй сборной. К исходу первого периода Дмитрий Лисов сумел оформить хит-трик. Итог 5-0 и досрочная победа Россия-1 в Кубке Континента. Игры между нами внутри себя бывают даже жестче, чем на чемпионатах мира. Все хотят, тем более тренерский штаб смотрит, отбирает новых ребят. Кому-то нужно было доказать, что он достоин остаться в сборной номер один. Кому-то нужно было, наоборот, доказать, что он готов уже к первому составу. В принципе, так неплохо, навязали борьбу. Ну, сейчас просто 5-0, так надо было хотя бы забить парочку. Так, в целом, троечку можно поставить. Основа там у нас такая команда сильная, там уже парни вместе давно играют. Накатанные. То есть, с ними сложно было. Установка была не удаляться, не получилось это. Установку была не пропустить. Выполнили это. Забить. То есть, ну, по чуть-чуть. Что-то получалось, что-то нет. Турнир на Кубок Континента проходит на тренировочной арене Ледового дворца спорта «Айсберг». Во вторник завершающий матч Германия-Россия-2 в 15-0-0. Россия-1, Словакия в 19-0. Вход для болельщиков свободный. Ольга Десятого, Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.